Они исследуют лес, сажают деревья, умеют оказывать первую помощь и писать проекты. Проекты, которые занимают первые места и на областных, и на всероссийских конкурсах. Лесничество Кикинской школы, в которой мы сейчас находимся, несколько месяцев назад стало вторым лучшим лесничеством в России, обогнав более 200 команд. И эта работа, которой сейчас мы заняли второе место, сыграла огромную роль в жизни наших ребят. Они очень рады, что мы заняли второе место. Потому что это плодотворный труд. Не только мы занимаемся практической деятельностью, но еще мы проводим уроки лесохозяйственной экологии. И занимаюсь вот такой исследовательской работой, которую нынче проект мы представляли на Малой Родине. Назывался «Экогид. Путеводитель Кика, Прорва и Бычьи озера». А что вы делаете в лесничестве? Чем обычно занимаетесь? Ну, проводим агитацию, рисуем рисунки на противопожарную тему, с ребятами младших классов разговариваем, проводим различные конкурсы. Ну, не хочется иногда вот просто бросить все это и сказать, у меня новый сезон сериальчика вышел. Ну, как бы, с одной стороны, иногда хочется сильно, но потом понимаешь, ну, чтобы куда-то придавать, так нельзя. Я занимаюсь уборкой леса, сажу деревья, прохожу на специальные мероприятия, посвященные экологии. И чищу озеро Байкал. Тебе здесь нравится? Конечно. А чему еще хочешь научиться? Я хочу научиться разговаривать по-английски. А вот конкретно с лесом связанное? С лесом? С лесом нет. Кокритных нет. А почему тогда ты вообще здесь? Просто не заставили. А это живой уголок детей из начальных классов. Посмотрите, кто это у нас тут спрятался. Как его зовут? Кузя. Кузя. Это твой котенок? Да. Расскажи, как ты за ним ухаживаешь? Кормлю его молоком, играю с ним. Их нельзя мочить, потому что они легко могут заболеть. А почему ты выбрал именно хомячков? Потому что крыса лазит по клетке, ну и у меня она была уже. На первой стадии у нас в начальных классах у нас проходит кружок почемучки, где ребята, учащиеся в начальных классах, изучают нашу флору и фауну Прибайкальского района. Изучают реки наши, водные ресурсы. И на этом, значит, они очень подготавливаются. И когда переходят они в старшие классы, то они уже, ребята, подготовлены. Дорогие ребята, поздравляем, конечно же, вас, вашего педагога. Ну и хотим от лесхоза преподнести вам небольшие подарочки. Вы у нас молодцы, старайтесь, поэтому примите, пользуйтесь. Продолжение следует... Здоровья.